Адлерский парк культуры и отдыха на один день превратился в спортивную площадку. Первыми сюда прибыли профессионалы, велоспортолюбители и присоединились к пробегу на маршруте. Немало участников приехали из соседних городов. К примеру, Игорь Манжос и Антон Березуцкий путешествуют на велосипеде из Железноводска. Они уже преодолели более 650 километров пути и останавливаться на этом не собираются. Мы на дальние поездки хотели посмотреть, как это, что это. 7 дней, 650 километров, море впечатлений, масса просто, замечательные люди. Все прекрасно, нам очень понравилось. Старт гонки на расстояние почти в 50 километров дан. С утра погода прохладная, но на середине пути становится жарко. Благо, есть возможность передохнуть на коротких остановках. В районе Чвежепсе и Вест-Осадке присоединяются еще две группы велосипедистов-любителей. Уровень подготовки и спортивные данные у марафонцев разные. Профессионалы говорят, проехать 10 километров на велосипеде для любителя не так-то просто. Всего в пробеге принимают участие около 100 человек в возрасте от 18 до 68 лет. Спасибо еще раз за возможность сегодня всем жителям нашего прекрасного города, курорта, гостей, привлечь к оздоровлению, к здоровому образу жизни, к спорту. Поэтому всем участникам велопробега желаю здоровья крепкого, ну и, конечно, достижения всех успехов. С финиша велопробега началось открытие эко-дней в горке городе. В этом году горный курорт подготовил своим посетителям спортивные сюрпризы. Праздник, когда люди просто приехали на автобусе, поели, легли на газон. Мы хотели сделать реально выходные для здоровья. Мы хотим, чтобы наши гости сегодня потратили калорий, меньше съели и почувствовали себя вечером хорошо. Небесный велосипед – изюминка спортивно-туристического комплекса «Горная карусель». Веревочный парк расположен на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Развлекаться здесь можно всей семьей. За безопасностью следят опытные инструкторы. Любители пеших и конных прогулок полюбовались красотами хребта Аибга на экотропах, расположенных на высоте от полутора до двух тысяч метров. Впитать энергетику гор гости смогли на занятиях йогой. Те, кто не принимал участие в велопробеге, наверстывали упущенное на веломаршрутах. Велосипеды, кстати, можно было взять в прокате. Маунтинбайкеры протестировали первую зеленую трассу горки байк-парка. О проголодавшихся гостей горки города встречал шеф-повар, предлагавший попробовать блюда экологически чистого меню. Кстати, оно было представлено во всех ресторанах горного курорта. Традиционное индийское, вегетарианское. Оно очень острое на основе карри и специи острых. Это кориандр, каенский перец, куркума. Открытие эко-дней лишь начало активного сезона в горке городе. Все площадки, парки и маршруты будут работать до конца сентября. На протяжении трех месяцев гостей горного курорта будут ждать новые сюрпризы. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.